Друзья, нам срочно нужна ваша поддержка. Этот замечательный козлёнок не выживет, если ты не станешь спонсором YouTube-канала Мальфар и Дарья Карпатские. Попался? Я шучу. На самом деле, в судьбе этого замечательного заанинского козлёнка я вообще никак не сомневаюсь. И, естественно, у каждого своя карма. И, как говорят, козлят по осени считаем. Но о козлятах и о козах немножечко позже. А сейчас о карме и о смерти. Первое, смерти вообще не существует. Почему и как это? Смотри, ссылочка здесь и в описании. Наша глава из конопляной книги «Тотальный доушетинг» или «Полный апгрейд» как раз о том, есть ли смерть. А у этого козлёнка однозначно всё будет замечательно, потому что, вот буквально, сейчас видите, нас снова засыпало снегом. Совершенно красивенно и здорово. Но зима пытаются показать, чьи тут права. Весеннее тепло будет, либо холодно. Но это последний, наверное, снега в Карпатах. Хотя ночью было минус один, минус два. И мокрый снег. Так вот, этот замечательный козлёнок, он пошёл за всем стадом гулять по лесу, за мамой, и заблудился. Отстал и потерялся. И вот мы вчера провели поисково-спасательную операцию и нашли его, который пережил ночь, мокрый снег, минус, пережил всего-навсего под кустом можжевельника. Нашли, спасли, и теперь он вместе с мамой у себя в козлятнике, в тёплом домике со своими братьями и сёстрами. И важно понимать, что этому козлёнку всего-навсего три дня от роду. А ты можешь переночевать зимой в горах, или ранней весной в горах при мокром снеге и минусе под кустом можжевельника? Задумайся. Это вопрос в отношении расширения зоны комфорта и границ своего сознания. Но сегодня о другом. Мы рады сообщить, что YouTube нам открыл новую возможность подключить тебя, нашего подписчика, тебя, кто смотрит нас впервые, стать спонсором канала Мальфар Карпатский. И да, вы спросите, а зачем это нужно нам? Вот зачем это нам нужно? Мы хотим использовать данную опцию YouTube для общего блага, для того, чтобы ты мог с нами взаимодействовать. Итак, функция спонсорства. На самом деле это плюс тебе. И возможность повзаимодействовать с нами. Ты задашься нормальным вопросом. А почему это Мальфар, который все время говорит про внесистемность, про автономность, про выход из системы как таковой, хочет, чтобы ты дал деньги нам? И ты совершенно правильно задашь этот вопрос. Отвечаю сразу же. Мы действительно живем off-grid and sustainable, то бишь внесистемно и устойчиво. На сегодняшний момент мы подходим вот уже к стопроцентному самообеспечению. То есть у нас есть все, начиная от еды, воды, электричества. И мы скоро начнем делать для себя одежду из шерсти альпак. Становись спонсором нашего канала. Зачем это тебе? Ну, мало того, что ты таким образом сможешь показать, что то, что мы делаем, информацию, которую мы с тобой делимся, нашими наработками и знаниями тебе важна, интересно, и ты нас поддерживаешь, ты сможешь действительно принять участие в тех природоохранных проектах, которые мы реализуем. И здесь, как бы, коза не просто так. И главное, давайте вопрос. Зачем тебе это надо и что ты от этого получишь? Ну, во-первых, смотри в описании. Есть несколько уровней спонсорства. И самые серьезные, самые ответственные и самые осознанные из вас в обязательном порядке получат очень интересные, классные и полезные плюшки и подарки от нас. Вон там сейчас кричит гусь, но он вообще не при делах. А вот козы, тут есть о чем сказать. Некоторые наши проекты по восстановлению и сохранению лесов здесь, в Карпатах, и в них принимают участие именно козы, наше достаточно большое, растущее и интересующееся стадо. Мы используем наработки международные и также сами проводим определенные научные исследования и изыскания. И козы помогают выращивать лес, убирая и удаляя в нем тот дрянь, который не должен расти в лесу. А, например, в мире козы используются также в подобных целях. Например, Испания и Греция используют коз для того, чтобы они обеспечивали лес от пожара. То есть сделали лес пожаробезопасным. И это интересные проекты, когда один или два пастуха со стадом коз 100-200 голов, они обеспечивают огромные вот такие проеденные в лесу полосы для того, чтобы если вдруг возникает пожар, он не перекидывался из одной части леса в другую. В Америке, например, козы используют для того, чтобы подстричь газон на заднем дворе. То есть ты можешь набрать номер телефона, заказать себе 3-4 козы, и они за день сделают свое дело. Более того, еще и оставят полезное гранулированное удобрение. Вот у нас же, сейчас мы говорим о плюшках, которые ты можешь получить. У нас же на сегодняшний момент количество молока, которое мы производим, уже доросло до такого количества, что мы можем раз или два раза в неделю производить для себя 5 литров сливок, и из него производить килограмм или 2 килограмма козьего масла, настоящего 100% козьего масла. Если ты погуглишь вокруг себя, в своем регионе, где бы ты ни жил, Европа, Америка, Россия, Белоруссия, Украина, то ты поймешь, что это абсолютно эксклюзивный, исключительный продукт, которого хрен где достанешь, тем более он очень много стоит. Так вот, что мы делаем с козьим маслом? Мы будем производить из него два продукта, очень ценных. Но буду закругляться, потому что коза уже засыпает, ей не особо интересно, но тебе должно быть интересно. Так вот, мы будем производить из козьего молока масло и важный момент, крем, крем для регенерации, восстановления и молодости кожи человека. Крем на основе козьего масла с еще дополнительными компонентами. Вот этим кремом занимается моя старшая дочь, данный крем будет иметь название «Королева Марго» и слоган «Нанеси на себя и лети». Вот, как только он будет готов, обязательно мы вам его покажем, разместим на сайте, и ты сможешь получить этот крем в подарок, став нашим спонсором. Ну и напоследок, правильный вопрос, да, а куда пойдут деньги и средства, собранные с нашего YouTube-канала при твоей помощи и твоем взаимодействии? Они идут исключительно на природоохранные проекты. Мы реализуем определенное количество очень интересных природоохранных проектов. И да, данные проекты, как и любой другой проект, они требуют финансирования, потому что мы привлекаем ученых, мы проводим определенные разработки, мы используем определенную технику, и на сегодняшний момент мы финансируем данные проекты исключительно при помощи благотворителей, наших партнеров, благотворительных фондов, в том числе и за счет своих доходов, которые имеем. Мы восстанавливаем леса. И последнее, задайся вопросом, а в прошлом году сколько деревьев посадил именно ты? А сколько гектаров леса ты восстановил? Либо сколько гектаров леса было уничтожено только из-за того, что тебе приходится в офисе, сидя в городе, использовать бумагу? Я желаю всем добра. До скорого. Обязательно подписывайтесь и становитесь спонсорами. Мир Орвелла уже наступил. Война. Биороботы. С кем общаться? Как жить? А завтра банковский кризис, блокировка счетов, голод, еда из жуков, уничтожение природы, отсутствие питьевой воды, социальные рейтинги, 15-минутные города-тюрьмы, тотальный контроль. Вы ничего не будете иметь и будете счастливы. Мы сделаем вас счастливыми. Что делать? Есть ли выход? Да. Другой мир возможен. Мы создаем заповедные территории, чтобы жить свободно, в радости, в окружении друзей и красоты природы. Мы не отшельники, не секта, не трудовая община. Мы создаем биосферные поселения по всему миру. Приезжай в Карпаты на шестой международный биосферный форум. Ты увидишь все своими глазами, научишься обеспечивать себя всем необходимым, сможешь дать образование своим детям, наполнишься энергией и вдохновением. И поймешь, какой прекрасной может быть твоя жизнь.